С 2016 года уникальная возможность получить новые навыки по тэквондо от мастеров из Кореи появилась у воспитанников омских специализированных школ. Теперь же шанс прикоснуться к культуре этой страны и пообщаться с лучшими студентами есть у всех школьников и даже воспитанников детских садов. Такие встречи стали возможны благодаря взаимодействию регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта и Омского регионального отделения общероссийского объединения корейцев. Наша организация занимается налаживанием отношений между Россией, я имею в виду Омским регионом, и Республикой Кореей. Сделана хорошая работа. И вот у нас гости из Кореи, которые приехали сейчас, проводят тренировки, уже третий год к нам приезжают. В Корее есть программа. Общество «Корпус мира» называется, если перевести дословно. Собирает на летние и зимние каникулы лучших студентов, чтобы отправить в другие страны, чтобы они популяризировали тэквондо. В прошлом году по этой программе специалисты из Кореи посетили два российских города. Но этот же раз местом проведения мастер-классов стал только Омск. С 9 по 19 января обладатели 4 и 5 данов Ли Чеми, Ли Хюнг Мун и Кан Минук демонстрировали свои навыки еще совсем юным поклонникам тэквондо в детских садах, а также ученикам 66 и 120 школ. Музыка Это новый интересный опыт для нас, но в первую очередь для детей, потому что мастеров такого уровня пригласите, чтобы они работали в школе, а именно на открытых уроках. Это очень замечательно. Самое главное, это интересно для детей. Первые уроки у нас проводились в начальной школе, так у нас отбоя не было от ребят, которые готовы были заниматься в югеноспорте и приходить в эти кружки. Я думаю, конечно, у нас получатся. Эти кружки мы по занятиям югеноспорта откроем у себя в школе. Мне понравился сегодня мастер-класс. Это было действительно очень интересно. Больше всего запомнились упражнения в парах. Ты вообще интересуешься корейской культурой их? Ну, раньше не интересовалась, но теперь думаю, что буду. Как признали спортсмены, для них проведение занятий с неподготовленными детьми стало сюрпризом. Но опыт оказался весьма интересным, полезным и, главное, приятным. Самые маленькие подопечные не хотели расставаться с такими интересными гостями. Я рассчитывала, что приеду обучать детей, которые уже занимаются тыквондо. Но здесь мы также организовывали занятия для ребят, которые впервые что-то узнают об этом виде единоборств. Я специально готовилась по-другому к этим встречам, старалась, чтобы им было весело. Когда проводили мастер-классы в детских садах, видно было, что ребятам интересно, у них есть желание учиться. Они нас благодарили после тренировки, некоторые даже плакали, не хотели расставаться. Было очень приятно видеть такое отношение. Председатель Омского регионального отделения Общероссийского объединения корейцев Александр Ким рассказал, что взаимодействие с корейскими специалистами будет расширяться. Уже этим летом самых маленьких воспитанников Омской академии тыквондо, открытые в 2016 году, планируют свозить на родину этого олимпийского вида спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова